И в протяг сельско-господарчей темы. Ранее гэтая ягода лечилася экзотичной для Беларуси, а лишь часом кавун стал своим, не только на огородах, а и на промысловых плантациях. У гомельской хлебе яны отшиваются обеяк дома. Технологию выращивания полосатой культуры удоскональвают на областной сельско-господарчей доследной станции. Там побывала наш корреспондент Ганна Каральчук. Десять соток бахчы, десять тонн со спелых кавунов. Сюда на поле рассаду поместили у червяня и накрыли пленкой. Каб вырытвать от селетней засухи, зарабили кропельный полив. А каб выбрать придатные для Беларуси гатунки, выпробовали три десятки наименев. Спынилися на двух голландских гибридах – ранних Топ Ганн и Романза. Пакули экспериментальные кавуны набирают слодыч, навуковые супрацовники расповедают, як вызначить спелость кавуна. Готовая ягода выдае звонкий гук при стуку, мае желтый бок и сухий хвостик. Урожайность бахчы селета складает 100 центнер из гектара. Уборку мы начали выборочную две недели назад. Масовую приступим где-то примерно недельки через две. Тоже вот это сейчас пока такой период дозревания. Поливаем, подкармливаем. Все обработки проведены своевременно, поэтому урожай получили хороший. Кавуны у Гомельской областной сельскохозяйственной станции вырошивают третий год запар. Частка урожай отправится у лаборатории навуковцев, остатняя на прилавке. Дарыч, арбуз «Беларусь» каштой на 20% тонней импортной ягоды. Темчасом, супрацовники установы активно сбирают яблоки и груши. Первый коллекционный сад тут заложили 13 годов тому, а зараз на доследной станции вырошивают 76 гатунков яблок и 18 груш. Древы першопочатково посадили, как проверять, как растут на Гомельщине гатунки, выведенные не только у нашей области и инших регионах Беларуси, а и саджанцы российской, польской, голландской и навод американской селекции. Мы смотрим, как адаптируются вот эти сорта в наших условиях. Стоит ли ими заниматься, или они как-то себя по-другому ведут, или подмерзают, подходят они для промышленного садоводства. Смотрим и по урожайности, и по болезням. Наши, например, белорусские сорта, они иммунные, требуют мало защиты. В коллекционном саду мы испытываем разные системы защиты разных фирм. И тоже делаем оценку урожая, оценку, как выглядят саженцы. За консультацией медановуковцев звертаются фермеры и агрономы. По межиме завсёды живый диалог и взаимный обмен вопытом. Однако, кроме вывучения гатунков коллекционный сад, дае добрые урожаи. До 80 килограммов яблоков и 70 килограммов груш с одного древа. Шесть месяцев этой голубики в феврале высадили на адаптацию, на укоренение. И вот за полгода получилось такое вот растение. А в цеплицах доследной станции подрастают высокорослые буяки гатунку «Эрли Блю». Саджанцы уже готовы до посадки в поле. Про сгод яны будут вышиней до метра. А еще про сгод дадут урожай. Ганна Каральчук, телерадио «Компания Гомель» при поддержке АТН Заргачевского района.